Ребятам из Microsoft нужно одет должное. Несмотря на то, что Windows 7 в качестве операционной системы для планшета уступает своим конкурентам Android, iOS и BlackBerry Ring, они еще до выхода Windows 8 сопротивлялись и не сдавались до последнего, пытаясь удовлетворить спрос покупателей на какие-то планшетные фишки. Во-первых, что хотел бы получать пользователь от планшета? Ну, конечно же, для начала это мобильный интернет. С этим у нас проблем нет. У нас есть и Wi-Fi адаптер, у нас есть и 3G модель. Также чтение книг. Опять же, на Windows никаких затруднений нет. Но все хотели бы также и играть в какие-нибудь игрушки. Глубокое заблуждение считать, что для Windows 7 нет игр, оптимизированных под пальцы. Это не так. Они есть и в интернете. Их достаточно много. Но, кроме того, Fujitsu предлагает своим адаптерам предустановленный Microsoft Touchpad for Windows 7. Это набор из пяти программ, которые заточены специально под пальцем. Первая и, пожалуй, самая бесполезная программа – это Microsoft Surface Lagoon. Она представляет собой заставку для рабочего стола. И выглядит это примерно вот так. Это лагуна, как следует из названия программы, в которой плавают рыбки и по поверхности воды, в которой можно водить пальцем, создавая ряд. На мой взгляд, максимальное применение этой фишечки – это, ну, разве что, демонстрация на стамбе. Смотрите, как мы умеем красиво делать. Действительно выглядит красиво, кушает очень много батарейки и совершенно бесполезно. Следующее приложение называется Microsoft Surface Collage. Как мне кажется, оно тоже довольно бестолковое, но, может быть, кому-то покажется забавно. А что оно умеет? Из папки «Изображение» она предлагает пользователю выбрать некоторые картинки. Ну, я сейчас выберу первый попавшийся, там, раз, два, ну и, скажем, три. А дальше с помощью мультитача я могу пальцами их организовать вот в каком-то порядке, наложить друг на друга. Ну, как-то, например, вот так. Далее выбрать, ну, скажем, фон. Пускай это будет оранжевый с вот такой вот фактурой. Сохранить. И в качестве фонового рисунка можно посмотреть, что у нас получилось. А получилось у нас, собственно, вот такая вот картинка. С моей точки зрения, на что годится эта программа, ну, разве что развлечения детишкам, более серьезного применения я найти не могу, хотя, может быть, кому-то и понравится. Следом у нас идут три игрушки. Microsoft Blackboard, Microsoft Garden Pond и Microsoft Rebound. Пойдем по порядку. Microsoft Blackboard. Во что-то похожее я играл еще в своем детстве на Windows 98. Правила с тех пор изменились не сильно. Почему Blackboard? Потому что по стилю игра напоминает рисунки на грифельной доске. Давайте я покажу самый первый уровень, он наиболее элементарный. Наша задача крайне проста. Загнать, используя определенный набор инструментов, шарик или мячик, в указанную область. Ну, вот в этом уровне у нас есть вентилятор, который, кстати говоря, можно делать больше или меньше. И play. Да, шарик полетел куда нужно. В общем, ничего нового в этом мире нет. Игрушка забавная и требует некоторой соображалки. Следующее развлекательное приложение в этом пакете называется Microsoft Garden Pond. Это такая очень неторопливая игра в восточном стиле, построенная на управлении корабликом оригами. Правила бывают разные, потому что типы игры бывают разные, но давайте покажу деревню. В общем, принцип от этого не сильно меняется. Используя рябь на воде, которую мы взываем при косновении пальцев к поверхности пруда, мы должны загнать наш кораблик из оригами в нужную область. В данном типе игры нам нужно собирать все точки лотоса, при этом желательно избегать вот этих вот масляных ламп, потому что если мы этого не сделаем, то мы загоримся. Но можно кораблик и потушить. Игра идет на время, тоже такая развлекательная, но вот мой корабль не сгорел. Если честно, мне эта игра не очень нравится, потому что у меня плохо в нее получается играть. Наконец, последняя игра, предустановленная по умолчанию, называется Microsoft Rebound. Мне она понравилась больше всего, она наиболее динамичная, интересная и увлекательная. Собственно, это своего рода air hockey, но в каком-то футуристичном стиле. Здесь множество настроек, разные типы игры, можно играть вдвоем, но давайте я поставлю по умолчанию. Наша задача довольно простая, забить гол противнику и защищать свои ворота. Но при этом у нас, как вы видите, все не так просто. У нас есть какие-то энергетические цепи между шариками, которые можно использовать в качестве ракетки. При этом нужно держать постоянно наши шарики заряженными, чтобы эта цепь не обрывалась. В общем, короче говоря, игрушка довольно интересная, и мне она очень нравится. Так что рекомендую абсолютно всем. Многие из нас, конечно, хотели бы играть в игры, доступные нам на обычных планшетах. Увы, по известным причинам, продукт от компании Apple для нас закрыт, но для Windows существует довольно большое количество эмуляторов Android. И мне хотелось бы продемонстрировать один из них. Программа называется BlueStacks. Чем она привлекла мою внимание? Она позволяет синхронизировать приложения, которые установлены у меня на Android-девайсе, и клиентам, которые я ставлю на компьютер, ну или в данном случае нетбук. Подумав, в секунд 20 BlueStacks запустился. Здесь вы видите список приложений, доступных на моем телефоне. Казалось бы, такая идея синхронизации, но, к сожалению, в эту бочку меда мне придется добавить изрядную ложку дегтя. По неизвестным мне причинам, только нересурсоемкие приложения работают здесь корректно. Допустим, игры. Запустим Angry Birds. К сожалению, игры более требовательные, чем продукты от компании Rovia. Здесь работают крайне нестабильно, и интерфейс дерганый и постоянно мешает нормально играть. Также игры, в которых требуется G-сенсор, про них тоже можно сразу забыть, потому что почему-то именно в BlueStacks датчик ориентирования в пространстве не работает. Так что довольно большой пласт сразу отсекается. Но давайте посмотрим на наших злобных птичек. У кого-то они, наверное, уже в печенках сидят. Здесь интерфейс, как вы можете сами наблюдать, нормальный, плавный, без зависаний. Хотя мы все понимаем, что Angry Birds абсолютно нетребовательная игра. Так что, к сожалению, Android все равно... Так что, к сожалению, все равно Android здесь получается несколько урезанный и не полностью функциональный. Например, мне было бы очень удобно пользоваться на T580 картами от Google. Но по ряду причин, часть из которых я уже объяснил, а часть из которых я объясню чуть позже, здесь ими пользоваться не удается. Так что, как ни крути, все-таки Windows 7 – это вам не Android, и функционал у нее меньше. Продолжение следует...